Субтитры сделал DimaTorzok В гостях, Энди, и твои прогнозы на предстоящий матч? Ну, в данном матче у нас встречается Цайфер, который довольно известный игрок. Он находится на 59-й позиции в мире, 23-й в Европе. И никому не известный испанец Джакобо. Его зовут Джакобо Санчес, это его имя. И он у нас, скорее всего, попал через Open Qual на этот турнир, и поэтому мы о нем ничего не знаем практически. По нему вообще, если честно, достаточно мало информации. Вот я все-таки умудрилась по нему найти инфу. Принимал участие он, на удивление, в достаточно приличном количестве турниров. Это DreamHack Valencia 2015 год. Вышел даже в плей-офф на DreamHack Valencia. Принимал участие на VGAM House Cup в квалификациях, на Госу Капе, на Зотеке, на Госу Капе номер 18. То есть он принимал участие, и это именно представитель тех игроков, которые не медийные, они не часто мелькают, но при этом он очень много принимал участия, и во многих турнирах именно пробивался благодаря своим усилиям и своему труду. И у нас первый матч это Друид от Джакобо. Скорее всего, это будет Агро-Друид, потому что мы видим Лепрогнома. Присоединяюсь. И против Чернокнижника, который, скорее всего, Хэндлок. Но такой интересный он... У него есть Рагнарос, немногие его используют, но все-таки это больше похоже на Хэндлока. Да, это действительно, я предполагаю, что это также Хэндлок, причем ты очень верно отметил наличие Рагнароса, карта, которая достаточно давно перестала играться в большинстве Хэндлоков, но это, скорее всего, из-за того, что у него в колоде есть Рагнарос. Это, скорее всего, не Демона Хэнд, к которому мы привыкли, а, скорее всего, классический Хэндлок. Многие не играют непосредственно Рагнароса, потому что кажется, что карта очень медленная, а в колоде у Хэндлока очень много тяжелых карт. Именно в Демона Хэндлоке это и Малганис, и Джераксус, и другие карты. Также, если я не ошибаюсь, это Аликстраза у нас. Напоминает немного редакцию колоды именно Хэндлока от Оранжа, но давайте смотреть дальше. Это уже какое-никакое разнообразие в этой игре? Да, колоды у нас начинают появляться новые. У Друида неплохой старт. Такой темповенький, агрессивненький. Первый ход, второй ход там получился. Сейчас, возможно, даже будет реализован какой-нибудь... Не, не стал он играть Крошера, он не захотел под, возможно, Адское Пламя подставляться. Ну что, это верное решение, и, возможно, озарение стоит придержать для того, чтобы реализовать какую-то потяжелее карту. Да, можно подставиться под АОЕ, но разыграть озарение под Бума будет намного более эффективнее. Да, даже если будет опытный охотник, на это Хэндлок отдает практически весь ход. При этом еще и остаются Бомбы, которые также могут вынести очень много грязи. Ну и что бы я и хотела еще немножко обсудить по Сайферу. Его лайнап это Вар, Друид и Чернокнижник. Мы уже видели, что Чернокнижник это Хэндлок. По Друиду предполагаю, что это Мидрэндж. Не думаю, что именно Сайфер решился на Агродруида. А вот по Вару есть у меня сомнения. Этот игрок может сыграть как патроном, так и контролем. Склоняюсь больше, наверное, к контроль Вару. По его оппоненту лайнап Вар, Прист, Друид. Мы видели, что Друид, Агродруид. Прист, скорее всего, либо Дракона Прист, да, самый популярный. Да, самый популярный на данный момент. Либо все-таки контроль Прист, ну и Вар. Опять же, этого игрока мы видели не так много. И о его игровом стиле что-то говорить пока рано. Поэтому давайте, наверное, наслаждаться и пытаться разобраться, какой же у него игровой стиль. Четвертый ход у Чернокнижника, и он может поставить Великана. Самый эффективный в данный момент. Ну и здесь пятый ход. Есть возможность поставить Доктора Бума, но стоит ли это делать? Тут большой вопрос, между прочим. Ударяться в контроль достаточно медленно. Даже не знаю. А почему нет? У него есть озарение, которое он для этого хранил. Ну смотри, если он форсит с помощью Доктора Бума, он может нарваться на опытного охотника, разменяется Великан, или же в самом плохом раскладе это может быть размен Доктора Бума, Shadow Flame и полная зачистка стола. В результате у тебя от стола остается только два хриппа с бомб, которые сработают, хрипп с лепрогнома и хрипп с крошера, и ты остаешься с пустым столом. Но это самый плохой исход, и от него не стоит отыгрывать, наверное. У тебя агрессивная кола, ты должен играть агрессивно. Ты должен топить в лицо. Да, это... Сморк! Набрались только существ, иначе надо вот играть соответствующе. Ну, коль уже сделал такой агрессивный ход, то тут уже однозначно нужно топить в лицо, но друид что-то у нас подзадумался. Достаточно примечательно, что эти два игрока друг с другом не встречались. Сайфер сыграл 100 матчей на прост сцене, у него винрейт не дотягивает даже до 50%, 49% у него винрейт. А вот его испанский оппонент сыграл на прост сцене всего лишь 21 матч, при этом у него винрейт 67%. Сайфер немножко нестабильный в последнее время, и вот поэтому, возможно, у него такой винрейт образовался в итоге. Ну, при этом, несмотря на его нестабильность, в последнее время он очень сильно выстрелил, особенно после Vulcan Deckmasters, где он сражался в финале, в гранд-финале, потом он приехал сюда, на лан-финалы Starladder. Он вообще, по-моему, один из самых популярных игроков в своей команде, Fight2Carma, и уже на нынешний момент он посещал больше всего ланов, наверное, вместе взятых в целом у его команды. Но при этом, действительно, все верно отмечают его не совсем стабильность. Здесь был размен у нас, как и предполагали, и думает, видимо, у нас здесь сайфер касательно дозорного монетки Аргуса. Так, хочет затаунтиться немножко, но это такое... Такая себе история. Видел бы он руку друида? Он бы сразу ливнул. Что приходит тогда еще? Это у нас же... Ну и здесь, конечно, по-моему, приплыл у нас сайфер, потому что есть живые корни, можно еще и с руки забрать одно из существ, что друид и дел. Ну, тут наглый, да? Девятку от великана получать, но особо его это явно не расстраивает, потому что у него есть летал, еще и бомбы летят в лицо. Ой, как все хорошо-то, да? Для Джакоба у нас... Просто идеально бомбы легли. Ну и как показала практика, хендлок в последнее время, будь то классический хенд, или это демона хендлок, в последнее время хендлок показывает не такие стабильные результаты, как показывал он раньше. Из-за обилия вот агродруидов и других более неудобных классов хендлок в последнее время действительно очень сильно скатывается. Вспомнить хотя бы финал последнего Сидстори Капа, где у нас танцевка заявил вот классический набор, такой хороший, уверенный, но при этом его хендлок проиграл ему, по-моему, целых две игры, если я не ошибаюсь. И не знаю, не знаю, мне кажется, что сейчас стоит задуматься о эффективности непосредственно хендлока на турнирах. Конечно, лично для меня, например, хендлок гораздо эффективнее, нежели Tempo Mag, потому что Tempo это, опять же, портал, повезет, не повезет, какой у тебя будет заход, не знаю, сможет ли это раскрутить Архимага. А хендлок это старая добрая классика, но при этом, к сожалению, эта классика неиграбельная. Вот что ты думаешь? Хендлок очень плохо играет с агрессией. Обилие вот этих агрессивных дек именно показывает его не такую эффективность в данный момент. Станцевка, мне кажется, тоже понял, и поэтому он поменял немножко свои колоды. У него сначала было три контрольных, потом он начал уже на турниры брать более-менее агрессивные. То есть он миксует, правильно балансирует свои колоды, при этом пытается соблюсти именно баланс агрессии, баланс контроля, при этом старается играть именно эффективными колодами. И самое интересное, что он старается при этом еще и соблюдать баланс в некоторых колодах и переделывает их под себя. Например, он не стал брать стандартного темпу мага, которым играют практически все, а сделал свою редакцию, которую вообще никто не играет, с Эйдис, еще с другими картами интересными. То есть, ну, как бы, это все зависит от игрока, и давайте смотреть. Судя по всему, по Сайферу я предположила абсолютно верно, что это у нас контроль вар, судя по потасовке и изрыгателю слизи. Да, твой любимый контроль вар. Что, даешь Рену Джексона игру на два часа? Боже, нет, пожалуйста. Это боль. Джакобо такой агрессивный игрок получается, он выбрал свои колоды паладина стандартного, аградруида, и посмотрим, что у него третья будет. Кстати, интересно, по-моему, нам на... Когда показывали лайнап, нам показали лайнап без приста, ой, без паладина. То есть, вот это очень интересно, либо нам лайнапы спутали, либо все-таки ребята вовремя не успели сбалансировать, скажем так, не успели подставить картинки режиссеры. Не знаю, будем, наверное, ждать паузы, да, чтобы более внимательно приглядеться, но, по-моему, в первоочередом, когда нам показывали лайнапы, для испанца был заявлен вар, прист и друид. Вот, возможно, напутали просто. Да, может быть, один класс напутали, и вот это меня немножко ввело в заблуждение, так что, друзья, будем, наверное, ждать подтверждения информации, потому что, ну, два агрессивных класса, две агрессивные колоды, Secret Pal и Agro Druid, мне уже кажется, перебор и дисбант. Нет, почему? Очень много, очень часто такие игроки именно выигрывают, и за счет таких колод просто им везет в некоторых моментах, и они продвигаются по турниру очень далеко. Горит. Ничего, сейчас добавили уже много контрмер для каркалов. Рено, например. Да? Да, я знаю, контрмер у меня от Рено чуть не сгорел стул, когда ты всадила все, и ты такая, одна единица здоровья, я его следующим ходом добиваю, и тут Рено, и ты такой, ааа, а как же? Ну скажи, а чем лучше Мориэль? Чем, вернее, ну, не такая имбовая Мориэль? Не, Мориэль также очень-очень имбовая, но при этом она не вносит, скажем так, сразу такой дикий дисбаланс, что ли, да, и так резко не меняет ситуацию на столе. То есть, ну, конечно, интересный вопрос. А если посчитать длительность матча и количество брони? Если длительность посчитать, ну, давай судить строго, Мориэль настолько эффективна и настолько сильно убивает именно на контроль варе, потому что очень сильно это все пробивает. У Преста, если он захилится выше, там, то, то есть, спеллпауэр уже неэффективен, только на существ. При этом я, как бы, не подвергаю сомнению эффективность этой карты, просто, как по мне, Рено работает немного по-другому. Это, знаешь, такой эффект, который сразу бьет по голове. А Мориэль, она понемногу тебя убивает каждый ход по чуть-чуть. Но во многом благодаря Мориэле контроль вары в таком количестве сейчас присутствует на турнирах. Да, есть такое. Ну, а здесь у нас целый движ, четвертый ход, был сыгран секрет паладина мини-бот, мини-бот был сейвлен с помощью зубцевика, забрал мастера брони и теперь стоит вот этот 6-6 с божественным щитом и ну и что ты ему сделаешь? Пытается таунтиться каким-то образом, там еще секреты висят, которые перебирать очень сложно будет. Которые очень активные, да. Еще и сейчас можно забрать изрыгателя, забрать слизь, возможно поставить призыв в бою, способность героя. Но это будет очень сладкая потасовочка и это должен Джакобо у нас понимать. Ну, нужно играть. Развести на потасовку тоже эффект какой-то имеет. У тебя продолжения нет. Тебе нужен доктор 6, доктор 7 у тебя уже есть, то есть тебе нужен загадочный председент. Доктор 6 вот тут вот лежит, крайний. Да, то есть ты уже прям так сразу думаешь, что будет. Ну, давай смотреть. Есть сейчас возможность у нас у Джакоба не оставить еще одного паладинчика реклита, а просто сыграть секрет. Ну, мне кажется, эффективнее, наверное, будет паладинчик, но обыгрывает потасовку. Он насчет того, что если там потасовки нет, то он будет таунтиться, а чтобы против таунт, тогда секрет очень хорош. Ну да, вернется на стол мини-бот с божественным щитом, и это действительно будет очень неплохо. Ну что, решится ли Сайфер на потасовку? Представь, сейчас 6-6 выживает. Просто это будет провал. Так, я обещала не червить. Паладин реклит. Ну? Да ладно. Он стал еще больше. Я просто встану и уйду. Это, боже мой, я, честно, я реально этого не хотела. А, не мини-бот этот, мелкий. 9-8, и сейчас просто нужно поднимать. Тут еще одна печать, боже мой. Баффа, это уже другого? Ну, это просто жесть. Здесь тогда Сайферу нужен опытный охотник, чтобы как-то хотя бы убрать одно существо. Ну, а что делать дальше? Вот я я сама большая любительница контроль вара, и меня дико злят вот эти лакерные нехорошие люди, которые после потасовки у них выживает самое жирное существо, при этом у тебя на руках чуть ли не все легендарные карты с твоей колоды. Сидишь и думаешь, три точки, зачем я потратил 13 тысяч пыли на этого вара, если он сидит и на эту колоду смотрит до 6-7 хода и умирает. Очень становится порой обидно, но вот именно в этом кстати и слабость контроль вара, в этом его сила в лейте, в этом его слабость, он может полноценно себя раскрыть именно в лейтгейме, когда бывает уже порой поздно. Но если бы он не мог проиграть раннюю игру и вот так вот терпеть, он был бы непобедим. Тут просто плюсую неистово. Ну и что, здесь будет у нас проходиться изрыгатель слизи, будет забираться без проблем слизь, будет идти в лицо и тут будет ставиться доктор бум, я не знаю, что спасет Сайфера, по-моему, только что. Вторая потасовка. Да, действительно, вторая потасовка спасет его и я надеюсь, он не выживет опять мини-бот 9-8. Ладно, все, я думаю, что такого уж совпадения точно не может быть. А вторую пот... Это потасовка! Да, но там пламбы убьют. Почти убьют. Нет, пожалуйста, только не мини-бот. На самом деле плохих вариантов больше, чем хороших. Да, действительно. Должен выжать либо паладинчик, либо бомба. Бом должен выжать. Ну, смотри, ну, первую потасовку выиграл ты, вторую потасовку... Да, сдается у нас Сайфер, у нас с тобой 50 на 50. Одну потасовку правильно предположила я, вторую верно предположил ты и Сайфер. Сейчас, знаешь, по-моему, сидит беднягой заикается. Я ваши потасовки, в общем... Бедный Сайфер терпит агроколод. Знаешь, чего не хватает? Как в ладоре. Знаешь, чего не хватает? Вспоминается потасовочка одна, где была карта, которая давала тебе потасовку, и ты ее не мог проиграть. Я иногда все, просто все сокровища мира за такую возможность, потому что, глядя на то, как одна единственная потасовка проигрывает тебе игру, но я не знаю. Это, конечно, обидно, досадно, и в этом слабость контроль вара, действительно, он именно агрессивным колодом, сильно агрессивным колодом очень сильно проигрывает. Нас ожидает третья игра, и кто же все-таки там третьей колодой? Если прист, тоже будет интересно. Да, это так. И смотри, действительно, вот, видимо, у нас первый раз немножко спутали лайнапы, и у нас в наборе нет именно вара у Джакоба, вар есть у Сайфера, видишь, я смотрю, что там перепутали, видимо, реально лайнап, еще и Сайферу там немножко другой лайнап выписываю, так что я тоже у себя убираю вара. У нас остался у Джакоба прист, он уже отыграл своим друидам и отыграл уже своим паладином, так что вычеркиваем эти два класса, остается прист, и судя по руке это дракона прист у нас. Ну и Сайфер взял хендлок, который неплохо с пристами разговаривает. Да, вполне себе должен справиться. Я бы даже сказала не разговаривает, а пинает ногами, потому что, ну, не, кстати, шансы в принципе у дракона приста есть, если, смотря еще какая редакция колоды, да, иногда играют бомбы, иногда играют даже две бомбы, две бомбы очень шикарно играют, два слова тьмы смерть, Волджин тоже иногда хорошо справляется в комбо с Волджином Холли новой. Потом, что еще такого примечательного? Например, дракона прист может выловить супер агрессивный старт, да, с дракончика, потом накрыть все провокацией 2-4, потом добавить, не знаю, культиста или избранника Велена, продолжить это все дракончиком с сумеречным стражем, и вот по накатанной просто сноуболить, и хендлок просто не очнется. Но такое совпадение бывает очень редко, и в большинстве своем, несмотря на то, какой концепт приста, все-таки хендлоки считаются сверху. Вообще, вот эти вот присты новые, которые дракона присты, они более агрессивные, менее лейтгейм карт имеют, и поэтому они хуже играют с хендлоками, а это, скорее всего, дракона прист. Да, мы видели карапторов, это именно дракона прист, альтернатив уже не остается. Так что шанс только на хороший заход от Джакобо. Захода нет, и я думаю, что тут, конечно, его жестоко накажут. Тут, конечно, бомба с монетки от Сайфера пошла. Не сильно ли он перебдел, так сказать? Я понимаю, что боялся, видимо, в клирика щиточка, да, еще чего-нибудь. Ну, как-то больно уж судорожно это выглядело, учитывая, что у тебя есть дракон, великан. Ну, не знаю, клирики, в принципе, этого стоят, да? Да, стоит. Это вот, если ты приста что-то законтришь вначале, или попытаешься законтрить, это стоит всегда того. Особенно, если вот этот, за контроль, это еще и существо, которое дает карты, это добор. Что самое главное, это многие аренеры это знают, да, в принципе, в ладере ребята ориентируются уже даже только-только начиная играть. Очень часто преимущество твое не всегда играет ключевую роль. Нужно иметь еще хороший добор, иметь возможность добрать карты. Ты можешь доминировать стол, оппонент может дать аое, если у тебя нет добора, ты, скорее всего, игру проиграл. То есть добор тоже ключевой элемент в этой игре. Особенно в таких контрольных играх. Ну, у хендлока, конечно, есть обилочка, которая дает возможность перебрать карты, удешевить еще некоторые существа в своей руке или же усилить одно из существ. Ну, а тут заходит еще дракон и можно поставить провокацию 2.4, пока это мелочь, пока это мелочь, которая немножко поддавливает, но Сайфер пока не должен переживать. А дракончика потом оставить на активацию всех его комбинаций. Караптеров, например, или других существ. И мне очень нравится, как играет Сумеречный дракон. Против Преста это одна из самых эффективных карт, наверное, потому что за счет вот такой вот жирной статы атаки в 4 слово тьмы смерть не убьешь. В свое время, помню, Сайленс использовали, комбо с Сайленсом и Пиромантом невероятно бесило, но сейчас это не играется, но мы видим, что у Джакобана это есть ответка в виде Волджина, но вот будет ли он его играть, я бы, наверное, сыграла, потому что пятый ход Волджин 6-9 это очень серьезно против хендлока. Это просто нереальное количество хп, которое хендлоку тоже сложно пробить. Только совой получается, но после совы еще все равно остается существо с атакой 6. То есть против хендая это прям коронный ход. Просто огромное количество карт в руке у Сайфера тапается, он ставит дракона, и по-моему, сейчас потеряет свое преимущество, потому что за счет слова тьмы смерть здесь избранник Велина заходит. Вот это жесть. Он очень закрепляется на столе, но сейчас убьется Кикант, скорее всего. Но я думаю, что здесь даже слово тьмы смерть можно отдать, или все-таки это будет Велин и Размен. Не, я бы, пожалуй, да, я бы слово тьмы отдала избранника Велина на 2-4 и топить в лицо. Если ты тратишь Велина, значит, у тебя остается существо 4-м АХП? Даже нет. Можно похилиться и еще подролваться. Два варианта неплохи по сути, да, как с Велином вариант неплох, и Размен, например, того же Волжина, Великана и Пахил, так и ход вот тот, который делает сейчас Джакоба. Он, собственно, забрал слово тьмы смерть, решил не заморачиваться, и может сейчас Велином пробафать свое 2-4. Пока эти существа, они, ну, как бы, вне предела ФАОЕ, и Велина можно просто оставить на потом, чтобы потом буртануть, либо же можно усилить слабое существо. Он даже не боится. Не, все-таки обыграл он, смотри, обыграл Огненных Великанов, не стал он топить в лицо еще и у нас Волжином, а просто ставил на 14 единицах здоровья. И вот действительно позиция настолько серьезная, что Хандлоку и не подкопаешься вне рейнджа опытного охотника, вытягивания души нет, не знаю, Огненного с Шадоу Флеймом не сыграешь. И как-то смотришь на это и понимаешь, что все очень плохо. Интересно, есть у него в колоде вот это вот за 6 маны уничтожение существа, которые некоторые берут вытягивание души. Не уверена, потому что у Сайфера слишком тяжелая колода именно под это заклинание. Это Рагна, возможно, он играет два опытных, но опытный неэффективный, или одного опытного и тяжелую колоду. То есть тут зависит все от игрока, но я, например, люблю связку с вытягиванием и опытным. Я не люблю два опытных или один опытный. Иногда кто-то одного играет, не играет в следующий под контроль, а просто доминирует с существами, и это работает. Он просто пытается как-то таунтиться, но у Представь все очень хорошо, он просто бьется аптаунт, хиляет его, берет карту, все чудесно. он еще и... Кстати, интересно, тут вот тоже есть нюанс, он может сыграть караптора, чтобы не проходить сквозь эту провокацию и не миссать дэмэдж, но особо торопиться ему сейчас некуда, ему лучше сейчас наращивать стол и закрепляться на нем, что он и делает. Ему не нужно форсировать события. Если он бить в лицо. Он просто сетапит летал следующим ходом и не пробивает подогненных великанов. Потом все это убить сразу. Сейчас просто сдует одним ходом все сайфер, наконец-то дотерпел он. И вот в этот момент Джакобо может потерять абсолютно все. Ну, вновь есть существо толстенькое на стол в качестве дропа. Наверное, стоит отдать четвертого дракона Твайлайт Гвардиана. Семь личного стража, да? Стража, да. Не люблю я на самом деле такие моменты за приста. Вот она победа. Следующим ходом ты его добиваешь. Этот подлый хандлок берет и просто задувает все и остается на коне. И ты просто сидишь и думаешь, как бы с этой ситуацией выбраться. Вот Джакобо, конечно, пытается форсировать события, но я не уверена, что у него что-то получится, учитывая руку Сайфера, возможности Сайфера и не такое уже малое количество здоровья. Это не выходили еще главные козыри в виде огненных великанов. А у Джакобо не было других вариантов играть. Либо ты заставляешь стол и пытаешься инициировать летал, либо ты играешь очень медленно и противник просто защищается последовательно и ты ничего не пробиваешь. Но вот если уже зашла речь о агрессивной игре, возможно, не стоило обыгрывать тогда именно огненных великанов, а сыграть Йолу, как очень часто играют агроколоды, гулять так гулять, погибать так с музыкой. Как вариант. У него тогда он бы был гораздо ближе к леталу, учитывая, что он несколько ходов вмесал дэмэдж, не бил, играл вокруг огненных и сейчас у него хватило бы возможно урона, чтобы добить. Ну, теперь уже идет Йола в лицо. Позновато. Если уж сейчас решился, возможно, и тогда стоило обыграть. Ну, тут иногда, кстати, игроки ошибаются. Вот, например, они рассчитывают, сколько стоит огненный и сколько стоит Shadow Flame и как это все комбинируется друг с другом. И вот в тот момент Джакоба, возможно, не досчитался, что Сайфера за счет количества карт может сыграть горного великана и Shadow Flame. То есть, возможно, именно в тот момент, когда ты понимаешь, что неважно, какая связка огненный и Shadow Flame или горный и Shadow Flame, тогда уже можно было топить в лицо, потому что, если будет Ауеду, оно в любом случае будет. Ну, не знаю, это, наверное, нужно больше у игроков спрашивать. Подхиливается Варлок. Шансы тают Джакоба на победу. Ну, еще и отстреливается существо с большей атакой. И вот, кстати, да, отличная Изэра, но вот... Это все уже очень медленно, тут ничего не наносит урон. Медленно и больно, потому что и Рагна, и Савана, стражи, в общем, этой карте не дадут развернуться, это факт. Боже, хоть куда-то этот опытный охотник будет потрачен на этого дракончика за 4 маны. Очень редко бывают моменты, когда именно опытного охотника не на что тратить. Множество вариантов у чернокнижника. Он, наверное, попытается убрать и Зеру, чтобы не оставлять ее на столе. Какая-никакая, но она может что-то там надропать. Вариантов просто масса. Это, возможно, будет Тури-Санс, Сава, еще что-нибудь. Вообще, мог быть более агрессивный вариант. Сложа, не знаю, с той же Алекстразой, но это неэффективно, потому что ты оставляешь без внимания именно из Аэро, а это прям совсем отвратительно. Ну и Сен-Фьюри, чтобы прям совсем заколотить крышку гроба. для этого приста. Ну и куда выстрелит Рагнарос? По фэншую должен выстрелить в лицо. Именно так. Ну и здесь, похоже, пора сдаваться Джакоба, потому что аутов я для него не вижу. Он, конечно, будет сейчас смотреть, думать и пытаться, но эта игра не выигрывается, учитывая, что, ну, действительно, Сайфер еще не поставил самого главного. Великанов Огненных. Он вообще еще даже Алекстразу не разыгрывал, что-то тоже очень-очень серьезно. И Бума не играл. Да, множество вариантов у Чернокнижника, а у Преста заканчивается карта, нет добора. Конечно, пытается здесь у нас Джакоба потеть, убивает Рагну, ворует 2-3. Я думаю, Сайфер без особых проблем с этим должен разобраться. Хотя, смотри, заходит слабое существо, заходит Сен-Фьюри. И вот тут уже как-то не особо приятно. Надо смотреть. Можно дровнуться с помощью Ликотлена для Сайфера. Да. По ситуации, что... О, боже, да вы издеваетесь. Переходит ничего хорошего. Ну, просто бум и потом почистит. Ну, кстати, смотри, ничего хорошего, но можно поставить бума, можно поставить, не знаю, Латхиба. За счет того, что зашел Дозорный и Сан-Фьюри за 2 маны, можно будет следующим ходом еще и затаунтиться. Ситуация вообще не критическая. Или Чернокнижника. Вывалил кучу всего на стол. Сильвана. Кстати, что она тут делает? Она тяжелая, немножечко для Преста. Ну, Сильвана в целом иногда даже в агрессивных Демонозу встречается. Конечно, безумно редко и не на прот-турнирах, но я встречала в Ладере эту карту. Хорошо играет она, но вот ее эффективность, да, все еще под вопросом. Просто там у Преста такие проблемы с картами, что ты не можешь все в колоду поместить и вынужден жертвовать либо какими-то существами хорошими, либо ОЕ. Ну да, иногда бомбы, например, не играют, а играют две Холеновы. Кто-то играет одну бомбу и одну Холенову. Не знаю, Дракона Прест, конечно, любопытный, я в свое время увлекалась Дракона Престом, но все-таки контроль Прест как-то ближе и контроль разума, и вот эти шедевральные ОЕ с помощью ОКИНАЙКИ кругов, вариативность этих кругов, можно сыграть на подхил Берсерков, раненых рубак, простите. Также можно разыграть, я не знаю, избранников Верлина, покрутить пирамантов, сыграть с этим всем Холенову. То есть, как по мне, контроль Прест более вариативен и более интересен, но не будем как бы врать и говорить, что Дракона Прест неэффективен. Как показывает Мета, на последних нескольких турнирах именно только Дракона Престы были заявлены. Ну, у меня примерно такие же ощущения были от Преста, когда он вышел от Дракона Преста, он очень хорошо играл против агрессии. Да, это факт. Но все равно обычный Прест имеет намного больше вариативности. Особенно еще и в лейтгейме, если за Дракона Преста ты не задавил. Не, конечно, Дракона Престы тоже бывают разные. Есть те, кто играет с Нефарианом, с лейткартами, кто-то играет еще и ледяную пасть. Но для меня все-таки контроль Прест чуть поближе будет. Наверное, самая большая разница между ними то, что Дракона Прест не может перевернуть игру. Как вот здесь это произошло. Абсолютно верно ты отметил. Ну и, собственно, у нас отжимает одну игру Сайфер в хорошем лайнапе для себя и будем смотреть мы продолжать, что же будет дальше. Напомним, что оппонент Сайфер у нас испанский игрок ведет со счетом 2-1. Супер агрессивные лайнапы и как-то меня немножко подмывает сказать, что эй, какая агрессия, какой сморг, никакой агрессии, ребят, прекратите. Мы собрались посмотреть на классные матчи, на новые, в конце концов, колоды, а не на старых давно приевшихся агро-паладинчиков, агродруидов, секрет-паладинчиков, в общем, не важно. Даешь новые колоды, даешь новые карты, только без Рено на контроль варе. Да, именно так. Я вот до сих пор вспоминаю тот матч, когда контроль вар на контроль вар, а это все было, по-моему, два с лишним часа, и это было, да, господа, это было реально жутковато, но что ты мне подсказываешь, что в ближайшее время непосредственно именно такие матчи мы увидим. Я предполагаю, что когда откроются именно все новые карты с нового дополнения, все начнут делать деки, тестировать, когда уже устоится турнирная мета, я уверена, что мета сместится немножко в сторону возможно даже не агрессивной, а именно контроль какой-то меты, возможно даже появится какие-то интересные контроль маги на новой карте, которая захиливает, я уже с такими встречалась. То есть я уверена, что появится много новых карт, новых колод с этими собственно картами, и я к этому готовлюсь, главное держать руку на пульсе, а чтобы держать руку на пульсе, надо смотреть турниры. Мета уже потихонечку смещается в эту сторону, просто на турниры не все рискуют брать новые колоды, неопробованные, поэтому мы видим это не так часто, но вот поиграет фладдер, и все будет хорошо. То есть нужно еще доказать, что эта колода не просто ты ее сделал, нужно доказать, что эта колода эффективна, например, я знаю, что Лотар немножко поиграл на своем стриме фановой колодой, которую собрал, по-моему, за три минуты, в результате эту колоду опубликовали, ну кто-то собрал ее, опубликовал, и он такой, типа, а как эта колода появилась на этом сайте? Я не говорил, что она эффективна, я просто собрал ее за две минуты, а люди уже эту колоду взяли, уже ею поиграли, уже ее оценили, сказали, это не играет, то не играет, то есть когда ты публикуешь вот какую-то вещь, и много людей ее опробуют, очень много мнений, вот с этих мнений можно составить как раз-таки ощущение, эффективна эта колода, неэффективна, то есть как только колода, скажем так, попадает в руки массам, тогда уже можно смотреть по ее результативности, в целом. Да, опробовать людьми, опробовать временем. Собственно, по голосованию в группе ВКонтакте 72% проголосовало за Сайфера, и самое интересное, 27% зрителей у нас проголосовало за Джакоба, для меня это удивительно, потому что меньше зрителей голосовало за Экопа, даже, оказывается, этого парня, наверное, наши зрители помнят с других турниров, как раз-таки с тех, которые я озвучила. Возможно, сработал тот эффект, когда люди смотрят какой-то турнир и начинают голосовать за каких-нибудь андердогов, которые заведомо слабее, но за них интереснее болеть, когда они выигрывают, много эмоций, много счастья, радости. В целом, уже прохая сцена немножко приелась, наверное, многим, я уже видела сообщения, где наши, почему нет наших, или почему все одни и те же, почему вот это лицо постоянно, это даешь, вот новых ребят, новые имена, и уже не важно, откуда этот человек, просто хочется, чтобы зажглась новая звезда, поболеть за кого-то новенького, за кого-то интересненького, ну, видимо, Джакобо попал в точку со своими предположениями, так сказать. Я, кстати, слышу, зрителям этого не слышно, но я так понимаю, что там у ребят какие-то проблемы с решением колод, потому что что-то они там щелкали, переписывались, возможно, неправильно колоды заявил один из игроков, не зря же нам на старте неправильно лайнап показали. Да, возможно, просто ошибка была, теперь переделывали эту колоду. Вот, были у нас уточнения, ну и да, Джакобо ведется счетом 2-1, для Сайфера на выбор две колоды, это Друид и это Вар, и интересно, кого он выберет против Дракона Преста? В принципе, наверное, я бы выбрала Вара, потому что, ну, Друиду совсем тяжело, если открывается с безумной агрессией, да, Дракончика 1-3, Друиду сложно пройти через существ, когда каким-то образом дает ХП какому-нибудь существу Прест, и Друиду уже ничего не сделать, если нет Сайланса. А у тебя этих Сайлансов всего лишь два? Ну и да, я, пожалуй, бы действительно поставила на Вара, потому что это может быть как контроль Вар с оружием, с экзекьютами, которому вообще плевать экзекьютить 6-12, там, или, я не знаю, или существо с меньшими статами, а даже если это у нас не контроль Вар, даже если это патрон Вар, у патрон Вара тоже, в принципе, хорошие шансы, потому что мы на Дракона Престе не увидели бомбы, а Холлинова, говорят, плохо справляется со столом патронов, единственное, можно усилить избранником Велина, но опять же, для этого нужна мана, и для этого нужно существо на столе, на которое набросит, собственно, этого избранника Велина, который дает плюс один спаллпауэр. Кажется, у нас начинается матч. у нас будет начинаться игра, нам как только она будет готова, нам ее обязательно включат, ну, и также, наверное, еще раз напомню зрителям, может, кто-то вспомнит этого у нас испанца, потому что, честно говоря, лицо у него запоминающееся, вот я его помню, но вы меня хоть убейте, я не могла вспомнить в каком турнире, но мне, как с танцевки на помощь, пришли мои записи, это я унесла такую огромную стопку, которая у меня еще с Белискона здесь лежит, принимал он участие у нас в Харцовом Саммер Оумен, Госу Кап 18, Дримхак Валенсия 2015, вышел он на Дримхак Валенсия в плей-офф via Gamehouse Кап квалификации, Госу Кап 19 и Зоток, то есть, в принципе, он достаточно видная фигура и винрейт у него тоже очень солидный, порядка 67%, то есть, ну, для многих он ноунейм, но те, кто внимательно следили, может, у него будут большие шансы на этом турнире, имеет так много опыта. Да, Сайфер у нас нестабилен, особенно нестабилен Сайфер на лан-финалах, вот именно не на онлайн-турнирах, а на ланах, причем такая проблема не у одного Сайфера, у очень многих профессиональных игроков в Хардстоун, которые с Хардстоуна начинали свою карьеру, у них большие проблемы с концентрацией на ланах, и Сайфер как раз-таки один из них, это может как бы им боком выйти, но давайте смотреть, это у нас контроль вар против действительно драконопреста, мы с тобой абсолютно верно предположили лайнап, ну и здесь у нас будет уменьшайстер, хочет продолжать агрессию свою, ну, уменьшайстер, размин, клирик, похилить, взять одну карту, я бы не назвала этот ход каким-то суперэффективным, да, я, например, очень люблю воровать и зэру уменьшайстером, и темной жрицей, у вара просто кратер обычно после такого, если ты будешь пытаться воровать что-то, ты не сыграешь что-то в нужный момент, и не сыграешь агрессивно, не сыграешь в темп, и это может стоить тебе победы, ну, это да, тот же этот ход по присту, я бы не назвала его суперэффективным, да, потому что, ну, как-то так, но при всем этом этот ход в ману, этот ход с добором, и этот ход в принципе закрепляет тебе на столе, да, уменьшайстер играет не так круто, как хотелось бы вот эти все комбо-вомбо и воровство животика, воровство из эры, но при этом этот ход тоже получился неплохо, вполне себе. Он использовал способность жильца, и почему бы нет? Конечно. Здесь что-то у нас подвис сайфер, здесь нужно разбираться, конечно же, с импфу. Но она даст оружие, отдаст Белчера, вот что сыграть в этом проблема. Ну, пятый ход, и самое обидное, что в очередной раз просто вот нечего играть сайферу, только мастера брони. это прям беда на самом-то деле для контроль вара. Он поставил существо, которое переживет каким-то образом ход. Это существо могло сейчас уехать в 4-5 жильца, но мы видим, что его нет. Ну, что здесь у нас будет? Здесь, возможно, стоит подробаться для начала. Есть возможность. Сильвана плохо выглядит здесь, поэтому попытка найти карту. Можно просто поставить, не знаю, лазурного дракона. Даже несколько вариантов подробоваться есть. Вот он использует способность героя, и, кстати, швп еще и находит, слово тьмы, боль. Но не играет, лучше это слово тьмы, боль оставить под изрыгатель, опять же, того же. Играется дракончик, играется культи, синергия с драконом остается, потому что на руке все еще есть дракон, так что этого 2-3 можно поставить вполне себе. Возможно, стоит потасовку отдать. Я буду молчать. Хотя тут нет такого жирного существа, который, если выживает, ломает все. Он тут станет жирным, например, Минчайстер. Я не буду предполагать, потому что, кто смотрел первый матч, вы помните мини-бота, убийцу, так что я, пожалуй, промолчу и просто посмотрю, что же выживет. Как может быть у тебя контроль вар любимым классом, если у тебя так потасовки плохо заканчиваются? А вот так вот я люблю боль, понимаешь? Каждый раз проигрывать потасовки. В свое время я играла даже 2, чтобы бомбило в 2 раза больше. Но это ладно, это уже такое дело. Да, я люблю контроль вара, и да, я лузер, но при этом я все еще продолжаю им играть. Боже, как же это интересно перевернуто выдержит. Есть оружие в руке, стоит забирать дракона этого. А дракончик слишком опасный. Ну да, дракона. Пока все стабильно у воина, более-менее. Стабильно, не как по столу непосредственно, но при этом всем, затрачивая минимальное количество ресурсов, он чистит достаточно сильный стол оппонента. Та же потасовка. Одна карта в такое большое количество существ на столе. Один укус практически в два существа вражеских. То есть это эффективно и неплохо. Кстати, вара может себе позволить уйти в глухой деф, чистя по чуть-чуть стол, учитывая, что у него две потасовки, у него есть план Б, подстакивая бронь. А вот именно дракона приступ приходится давить и лезть на рожон, потому что ты так не затерпишь, как затерпит вар. У тебя нет такого лейта, у тебя нет такого контроля. Вара отбивается, но у жреца всегда есть новые существа на столе, у него полная рука карт. То есть тоже в глухой деф уходить не очень себе. Ну это понимает, судя по всему, у нас и Сайфер выставляя, доктора Бума идет. Хочет украсть бомбочку. Вначале на одну прицелился, а потом своровал другую. Выбрал правильную. А как определить, какая правильная? Она ему подморкнула. Ну черт. Надо будет как-нибудь попробовать, чтобы мне бомбочки поподсказывали, кого же своровать. Ну и что? Как будет у нас играть Сайфер? Девять кристаллов маны, приличное количество вариантов. Возможно просто Изеру сыграть. Можно Изеру влупить, и у противника очень сложно это все законтрить. У него есть Сильвана, и он отдал жрицу, поэтому он скорее всего не сворует эту Изеру. Угу. Разве что зайдет тебе слово Тьмы-Смерть последнее, ставишь Сильвану и добиваешь ее словом Тьмы-Смерть. И если бы зашел тот же, опять же, связка с Уминшайстером, я никак не могу успокоиться. Можно было бы сыграть Уминшайстера и слово Тьмы-Боль. То есть тоже очень хорошая связка. Поэтому я тогда поддавала сомнениям эффективность уход с Уминшайстером, потому что больно уж... Вот против контроль Вара этот Уминшайстер вот и сюда приспособить, и туда приспособить, и это убить, и то забрать. Очень уж он хорош. Да, он вообще хорошая карта, но дело в том, что в приз-шрице... приз-шрице... в дракона-шрице он не влазит в двух количествах. И обычно берут одного. Кстати, согласна с тобой на все 100%, играла дракона-приз-сом, играла с двумя Уминшайстерами, потом осознала, что в Лейте тебе просто не хватает чего-то, а Уминшайстеры тебе вовремя реально не заходят, тебе приходится их сливать до вот этих шикарных комбо, ты понимаешь, что тебе нужно играть всего лишь одного Уминшайстера, а как просто вот ты, когда закидываешь этих двух Уминшайстеров в колоду, ты всегда думаешь, о да, буду воровать все, буду все убивать, а в результате обычно они вот так вот и тратятся, как в этой игре. поставил Сильвану-приз, и теперь что-то с ней надо решать. А что с ней решать вообще не ясно. Сайленса нет, вот станцифка, колода бы станцифки сейчас пригодилась с совухой, чтобы прям наказать ее. Нужно чистить существ, которые помимо нее стоят, но ставить ничего не... или он так хочет. Ну, он, видимо, попытается сделать как-то что-ли 50 на 50, не знаю, если даже из Аэра уйдет, то казнить ее. У него мало ХП, он понимает, что продолжение у него... Ну, как бы... Ай-яй-яй-яй-яй-яй, смотри, какая вкусняшка. Ты просто агрессор. По-моему, кто-то у нас вырывается вперед очень сильно сейчас таким ходом, конечно, погибнет у нас существо. Ну, война и так не очень все хорошо, ХП заканчивается. Да, ситуация так себе, откровенно говоря. Я смотрю, здесь перебирая Джакобу у нас комбо с избранником Велина и Холли новой на 3 и подсчитывает уже даже следующим ходом возможность Летала. Ну, а здесь нужно отдавать Экзекьют. Самое обидное, что Сон даже не дашь в Губителя Крыла Тьмы, потому что он опять выйдет и внесет тебе 3 урона в лицо. А что делать? Ну, отдаст Громаша и второго ты не добьешь. Ну, может, даже все-таки уберет, кто знает, что больно уж ситуация патовая для тебя. 5. Да, там может быть летал, поэтому он вот так вот неэффективно использует Сон. На неэффективное существо, скажем, не плюсовое для себя даже больше. Ну и как-то смотри, тут все тоже сложно, потому что забрать Громаша нет возможности, можно дать Сон опять же. есть возможность 5 и 5. АОЕ. Ну, правда, ты тратишь карты. Это не особо эффективно, да. Но ты давишь воина. В сомнениях. Судя по всему, так и будет. Смотри, как интересно. Не знаю, я бы... Хотя, да, Сон тоже эффективность Сна оставляет желать лучшего. С одной стороны это выходит опять Громаш, забирает опять одно твое существо, но при этом Варна это тратит целых 8 маны. Единственное, что он может сделать, это арморапнуться. такое достаточно сомнительное. Ну да, можно было свою зеру поставить и давить, давить, давить дальше. Но, видимо, не стал рисковать. Попытался чем-то подзакрепиться на столе. Потому что если бы на ту же Иезару нашелся бы еще один под контроль, это было бы все прям очень плохо. А тут ну умрет этот караптер, ну черт с ним, все равно урон получится. А вот Иезару лучше придержать, когда ну все уже потратит у нас непосредственно Варн. Бьется воин лицом. Как я люблю этот сон, особенно в такие моменты. Ну возможно сейчас Иезару можно, потому что остальные существа слишком мелкие. Самое обидное, что если ты ставишь сейчас и дракончика и Иезару, ты теряешь связку с драконами и в результате у тебя существо на руках за две маны не особо эффективно. Ну, он отдал караптеров, а вот этот вот таунт ему сейчас не особо необходим. Фул здоровье, наконец-то пробуждение Иезару. Именно то заклинание, которое я обожаю. Джакоба уверенно идет к победе. Со своими агрессивными лайнапами. Эх! Да, одну игру упустил немножечко, но все-таки вот последнюю он получается додавить соперника. Смотри, слайм есть, мощный удар щит, то можно попытаться подконтролить. Ну, всем урона по Иезере. И почистит это все. Конечно, очень-очень обидно сейчас, потому что тебе ой-ой-ой-ой-ой, даже в лицо получает. Но хп слишком мало. А, вот броня стака это, кстати, еще. Здоровья действительно мало и против подобных оппонентов. знаешь, здоровье это даже не совсем критическая отметка. Проблема в, скажем так, в количестве карт. Если у тебя мало здоровья, но много карт, контроль вара, такую ситуацию легко может повернуть в свою пользу. Сыграв Алик сразу на себя, еще что-то на себя раскрутив и просто все это заабузив. Но когда у тебя мало здоровья, при этом у тебя одна единственная карта на руках, ну, тут, конечно, скорее всего проиграна, и это факт. Ну, и что? Будет чиститься стол у нас наверняка пробуждением из эры, и нужно что-то ставить, возможно, это будет, я не знаю, существо за 4 маны. Появился активатор лет таунта, поэтому можно поставить таунт, который убьет 5-2 в итоге. И вот сейчас вопрос отдать, что швп отдает. Чтобы не было брони, вот оно что. А, он отдает даже ЖАОЕ. Ну, решил просто сделать меньше брони своему оппоненту. Ну, если честно, мне кажется, тут это было не особо важно по факту. Ну, так своего сыграл на всякий случай. Так что даже если бы он вначале дала ООЕ не потратил в ШВП, то там бы хватало урона, чтобы добить оппонента следующим ходом. Из брони кавелина на 3-5, существующий получает пробав. А вот если бы сейчас изрыгатель слизи вышел, тут вот могли бы быть проблемы. можно было бояться его. Есть сон. Джакобо все-таки все просчитал, видимо, решил минимизировать количество брони на своем оппоненте, вот и все. Слэм. Найдет ли что-то Сайфер? Хоть в один раз, хоть что-нибудь, пожалуйста. Нет, не находит ничего Сайфер, ставит лот Хиба. Ну а здесь что? Наигрался? Стид расстроенный Сайфер. Не все у него получалось в этом поединке. Все-таки мораль очень сильно влияет на игроков, особенно на лан-турнирах. Тут это тоже, наверное, порешало. Ну, мы уже отмечали сегодня, что есть разные типы игроков. Для кого-то лан-финал, это знаешь, как будто ты дома сидишь. Лан-финал именно онлайн. Дома сидишь, бананы ешь? Да, онлайн, ты сидишь, бананы ешь. Не знаю, я уже шутила на эту тему там в трениках и драной футболке, тебя никто не видит, расслабился, ноги закинул на стол и играешь. Ты чувствуешь себя комфортно. А другое дело, именно лан-турниры, это именно оффлайн-турниры, которые ты приезжаешь, ты в агрессивной обстановке. Комьюнити очень теплая, это факт, но в любом случае ты понимаешь, что это напряжение. Давайте обратим внимание, ах, что же это вы делаете? Калента против Ака Вондера победила Ака Вондера, Ака Вондер встретился с Оранжем, победил Оранж, Калента Госсу победил у нас... Ладно, друзья, смотрите сетку, потому что я просто не успеваю вам Калента с кем-то будет играть, но непонятно с кем. Фаербат Экоп выходит у нас с группы С, вот будем, наверное, самое главное для наших зрителей говорить, с группы Б выходит станцивка и этот замечательный... Кстати, с одной страны, они, они оба с Чешской Республики. Ну и... Как-то, знаешь, у меня лёгкое ощущение, что испанцы гении, потому что они настолько быстро листают эту сетку, что мы не успеваем прочитать, не то чтобы озвучить. Там, наверное, у них высокоуровневые кастеры, между прочим. Потому что они гении, они успевают, всё, не знаю, может у них какие-то распечатки, но это было нереально быстро. Ну, в любом случае, ребят, после этого эфирчика я опубликую ссылочки ВКонтакте на ресурсы, где вы сможете посмотреть результаты. Я, например, увидела всё, что хотела. Прошёл наш Калента, прошёл станцивка, то есть плей-оффы обещают быть очень интересными. Ну и давайте, наверное, подводить черту нашего сегодняшнего эфира. Мы сегодня посмотрели первый день Game Gun 2015. С вами был Энди, с вами была Али Сами. Также у нас сегодня в эфире на первом матче работал Игорь, которого с нами уже нет. К сожалению, Калента не очень хорошо выступил. я тут, я выдала желаемое за действительное, к сожалению. И вот ещё раз нам решили показать. Видимо, да, вот видим мы, что Калента встретился с Аковондером, и Аковондеру, собственно, он проиграл. Фаербат и Коп у нас прошли. Смотри, ой, Копа закончилась, тёмная полоса, смог выйти он с группы. Напомню, что в группе четыре человека, с группы выходят два человека. Станцивка и его, собственно, с одной стороны они. Меня подловили, да, когда я подглядывала в записи. Собственно, результаты сегодняшнего дня мы обязательно опубликуем. И что сказать, посмотрели мы сегодня с вами на стриме три матча, очень много матчей было сыграно вне стрима, результаты опять же будут. Ну, а завтра нас ждут гораздо более интересные и насыщенные дни, потому что завтра у нас эфир обещает быть очень долгим, эфир будет в целых, там, по-моему, 10 часов, так что эфир у нас будет разбит на две части, так что следите за обновлениями, чтобы знать, когда мы начинаем. А начинать мы завтра будем утром, так что следите за новостями. Ну и, наверное, будем прощаться, да? Да, пожалуй, так. Расскажи вот немножко эмоций от турнира и в целом, что ты испытал, потому что... Отличный турнир, но единственное, плохо, что мы немножко непоследовательно смотрим и мы смотрим разные группы, разные пары, и поэтому мы не можем наблюдать целиком за игроками, надеюсь, завтра это получится больше посмотреть, больше матчей и мы получим еще больше удовольствия. Мы увидели новые карты сегодня, мы увидели новые колодки, которые всем, надеюсь, понравились и вы будете их использовать в своих играх. Друзья, это не был призыв играть Secret Paladin'ами. И мы не увидели Рено, это тоже хорошо. Вот тут вот я готова подписаться однозначно, потому что Рено, я уверена, что Рено мы увидим завтра, это специально, знаешь, нам на десерт готовят, так что, дорогие друзья, будем упрощаться, всем удачи, всем отличной пятницы и встретимся уже завтра, так что всем пока. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok